уважаемые подписчики всем привет с вами я последние новости я сейчас у соседа третьего подъезда отключили у него его монитор с компьютера принесли ко мне поставили проверить уважаемые подписчики все работает значит как вы писали в комментариях возможно материнская плата либо видеокарта мир это значит все цело компьютер работает действительно сломался монитор вот огромное вам спасибо что вы меня морально поддержали и столько написали комментарий советов очень вам за это огромное спасибо но и также ребята были донаты я сейчас хочу зачитать и поблагодарить таких людей замечательных людей был перевод александр андреевич ты александр андреевич огромное вам большое спасибо александр андреевич нам написал на компьютер спасибо вам большое александр андреевич также был перевод от рили индусович а тоже написали на компьютер вот я правильно наверно читаю рили рили индусович огромное вам большое спасибо и пишите пожалуйста комментарии правильно ли я прочитал ваше имя спасибо вам большое также был перевод от роман анатольевич г но роман анатольевич нам никакого сообщения не оставил но в любом случае роман анатольевич огромное вам большое спасибо был перевод от андрей евгеньевич за андрей евгеньевич нам написал на компьютер андрей евгеньевич огромное вам большое спасибо был перевод от илья сергеевич f для сергеевич нам написал на компьютер привет из петербурга илья сергеевич огромное вам большое спасибо был перевод еще от Григорий Павлович В, но никакого сообщения нет. Григорий Павлович, огромное вам большое спасибо. И также был перевод Михаил Михайлович Ч, на монитор или видеокарту. Михаил Михайлович нам написал. Михаил, огромное вам большое спасибо. Ребят, вот вы пишете на компьютер, но последние вот эти вот донаты, которые приходили, я все-таки решил незамедлительно это все сразу сформировать на монитор, потому что все-таки мы остаемся без контента. Вот все, что вы прислали, мы накопили уже, ну насобиралась сумма, я прямо скажу, в 16 тысяч. Огромное вам большое спасибо. В 16 тысяч сумма образовалась. Теперь давайте перейдем к следующему моменту. Какой же все-таки брать монитор? Я все-таки решил брать я уже писал, отвечал в комментариях с хорошими параметрами, с большой чистотой. 27 дюймов, 16,9 его габарит, я так понимаю. Ну и герц там, по-моему, 1200, что ли. В общем, больше, чем 60. В общем, 1200, по-моему. Или 120 герц. Я вот в этой чистоте еще немножко путаюсь, потому что я, знаете, по компьютерам не совсем пока еще разбираюсь. С какой целью я решил брать с большими параметрами? Конечно, вы мне писали в комментариях, ну, ты вроде как в игры не играешь, зачем тебе прям такая большая чистота? Я объясняю, ребят. Я хотел в дальнейшем проводить стримы, когда я играю в железнодорожный этот, в симулятор, с ездой на поездах. Вот, потому что у нас канал все-таки по железной дороге. Это во-первых. Во-вторых, я хотел в дальнейшем снимать ролики, как, например, звуки железной дороги я снимал, только уже в 4К, в большом качестве, в огромном. Это же классно, во-первых. Во-вторых, я знаю, что у некоторых моих подписчиков дома висят большие телевизоры, и в 4К бы им было смотреть вообще замечательно. Потому что я знаю, есть у нас такие на канале подписчики, которые прямо, я бы их даже называл маньяки железнодорожные, им прямо все нравятся. Звуки, скрипы, ход поезда, в общем, все-все-все. Так вот, в 4К бы вообще замечательно было бы это все. И вот поэтому мне нужен большой монитор с большой чистотой, чтобы я мог видеть при монтаже, что я делаю. Ну и, конечно же, прям каждую травинку там. Ну, вы же знаете, при монтаже ты выставляешь свет, звук и так далее, а мне это все нужно. Фильтры какие-то накладываешь, вот поэтому в 4К картинка мне нужна будет на мониторе. И следующий момент, если я буду менять компьютер на более хороший и современный, то какой-то средний монитор уже здесь, мне кажется, не впишется. Поэтому для хорошего компьютера должен быть хороший монитор. Ну и монитор, конечно же, я беру с учетом на будущее, чтобы уже я лет 10 не задумывался. А вот он у меня есть, и все. Вот, поэтому, ну, наверное, бы ему объяснил, да, почему так. В общем, новости у меня вот такие, видите? Все работает, все классно. Теперь по цене. Такие мониторы в среднем стоят от 20 тысяч до 30 вот в этом районе. Я скажу, наверное, 21-22 тысячи, это, в общем, можно найти такой монитор, но будет, наверное, фирма сомнительная. Хорошая фирма и хороший монитор, я думаю, будет стоить намного дороже, 1026-27, может быть, так где-то. донатов пришло 16 тысяч. Вот. Я думаю, ребята, мы немножко все же потерпим, мы собираем, скажем, среднюю цену 25, и это будет вообще классно. И дальше уже там, ну, что-то, если будет, если я найду еще дороже, ну, конечно же, ребят, 15-го числа у меня окончаловка. Конечно, я зарабатывал не так много, вы сами понимаете, я выплачиваю алименты и так далее. В общем, у меня со всеми вот платежами, вычетами, кредитом и так далее остается денег немножко. Я живу, знаете, как сказать, в условиях большой экономии, поэтому я не шикую, не кутю там по вечеринкам и так далее. Я действительно живу прямо вот копеечка в копеечку, у меня все подсчитано. Поэтому для меня большой удар, когда случаются вот такие вот форс-мажоры и приходится тратиться, понимаете, тратиться. Поэтому я очень был рад, когда от вас пришли донаты, когда вот монитор сломался. Я действительно очень расстроился тогда, растерялся, я даже не знал, что говорить. И когда от вас донаты пришли, вот они сейчас в копилочке вот эти 16 тысяч лежат, огромное вам большое, ребята, спасибо. И я думаю, что пройдет и так много времени, мы сможем собирать и уже купим монитор. Ну и, конечно же, огромное вам большое спасибо за ваши слова поддержки, за ваши информационные комментарии. Вот вам всем огромное большое спасибо. От вас пришло столько советов. Большое вам спасибо за это. Знаете, очень приятно, когда люди неравнодушенные, они поддерживают тебя всячески. Ну и также были же некоторые комментарии, которые, конечно же, ну, преследовали, я думаю, другую цель. Там таки писали, что попрошайка, блогер, разводила. Еще написали, что якобы я написал с какого-то другого аккаунта комментарий, чтобы донаты скидывали, либо еще как говорили, я якобы этот монитор приволок с помойки, поставил, включил, типа, ну, вам, типа, заснять не работает. Я не представляю, вот, какую цель преследуют такие люди, которые пишут эти комментарии. Ну, не представляю я просто для чего это сделано, что ими движет, но я могу таким людям ответить. Так я отвечу так, ребят, поймите, чтобы существовал этот канал, чтобы я вас радовал своими видеороликами, для этого ведь я покупал за свои деньги дорогостоящую камеру, для этого я установил провайдер интернет, у меня же не было его, я вот еще раз говорю, я в целях экономии я не пользовался прямым домашним интернетом, у меня не было его, я пользовался мобильным интернетом, у меня безлимитный интернет, мобильный, поэтому я подключал свой телефон к компьютеру, вложил его на окно сюда и делал режим модем, и сидел с такой мизерной скоростью в интернете, смотрел просто в ютубе какие-то ролики, все, а вот, пришлось подключить интернет, теперь я за него оплачиваю, но и также, знаете, ведь я уже говорил, элементы получу, со всеми этими вычетами, коммуналка, кредит, так далее, у меня остается денег немного, но все-таки, я купил камеру за свои деньги, за интернет тоже я оплачиваю, мне пришлось, ребята, купить программу, в которой я сейчас монтирую ролики, а оплата там есть разная, есть на год, а есть и бессрочная, так вот бессрочная ведь тоже денег стоит, и причем она стоит немало, мне пришлось взять бессрочную, чтобы не париться, каждый год платить, я взял бессрочную, это же тоже все оплачивал я, это все на мои деньги, ну и еще хочу, ребят, сказать, что настоящие попрошайки, они стоят в подземном переходе, выпрашивают у вас деньги, либо у церкви, ну там, милости не просят, и они не работают, а мои ролики основаны на том, что я работаю, тут же работаю, показываю вам работу, делаю обзор своей профессии, ну и при этом, ребята, мне приходится потом тратить свое собственное время, монтировать эти ролики, монтаж, вы знаете, вот по последнему шорцу, вы можете посмотреть, мне аж вообще пришлось, почти до полпятого утра сидеть, все это монтировать, а ведь это тоже большой труд, потому что, ребят, можно отснять материал, просто его склеить, это отснял, это отснял, это отснял, просто склеить, и все, пускай будет ролик, но это будет неинтересно, во-первых, ролик, во-вторых, здесь слышно, тут не слышно, тут не видно, здесь отсвечивает, тут блестит, в общем, понимаете, я же к этому подхожу ответственно и творчески, чтобы видеоролики были хорошие, звук надо выставить, ведь где-то пояс шумит, меня не слышно, или наоборот, я если отвернусь, меня не слышно, или наоборот, я слишком много, ну, громко говорю, рябит микрофон, надо выставить звук, надо наложить фильтры, свет, так далее, сам монтаж происходит, то есть я какие-то места отрезаю, вырезаю, подрезаю, делаю переходы, если когда-то нужно будет делать закадровый голос, закадровый голос ставлю, и, кстати, для закадрового голоса я тоже за свои деньги покупал микрофон хороший, чтобы в видеороликах был хороший звук, веб-камеру для проведения стримов тоже мне нужно было приобретать, поэтому, ребят, если бы я не работал, делал какие-то видеоролики, ну, там, несуразные, сходил в магазин, что-то купил, сходил дерево поснимал, кошка на дереве там полазила, не знаю, там, проезжает мимо автобус, его заснял, и при этом сказал, что, о, классно, я сегодня погулял, как вам такой ролик будет? Интересный? Ну, конечно же, неинтересный, это во-первых, во-вторых, я на прямых эфирах, на стримах, за деньги, никакие задания не выполняю, вот я не буду афишировать, конечно же, не называть, кто это, но я один раз как-то попал на одного блогера, у него был стрим, я почитал описание, там были тоже задания, за донаты, так вот, за некую сумму, у него в задании было написано, понюхаю грязный носок, ну, разве вот это, не выпрашивание денег? Человек сидит, придумывает различные задания, чтобы, нет, конечно, это, наверное, ну, скажет, что это такой у меня способ заработать, но здесь все-таки человек не работающий, а все доходы имеет только вот со своих стримов, и со своего канала, там, с ютуба, ну, просто я был немножко шокирован тем, что, как это, как, а как же, собственное достоинство, как ты можешь, ты же блогер, у тебя такая большая аудитория, вся страна на тебя смотрит, и ты будешь нюхать грязный носок, ну, я этого, ребят, не делаю, я работаю, я зарабатываю, ребят, и мои ролики в основном, о моей работе, поэтому, я не считаю, что я что-то выпрашиваю, я считаю, что подписчики, у нас же на канале, как, все на добровольной основе, поэтому подписчики просто меня поддерживают, кто-то хочет, поддержал финансово, это, еще раз повторюсь, на добровольной основе, кто-то хочет, поддержал меня в комментариях, написал что-то, пожелание, либо дал совет, вот и все, поэтому, я не считаю, что здесь что-то выпрашиваю, просто каждый труд, а это действительно труд, он должен как-то поощряться, вот и все, вот, ребят, такие у меня новости, пока, ну, монитора пока нет, я, наверное, на телефон поснимаю какие-нибудь шорцы, смотрите шорцы, буду рассказывать, немножко показывать, что да как, помните, когда мы остались без камеры, тоже ведь какое-то время потерпели, а потом раз, и появилась камера, вот, насобирали на нее, поэтому я думаю, что и сейчас, сколько-то потерпим, побудем пока без основных видеороликов, и пока поснимаю, ребят, шорцы, коротенькие, как еще их называют, коротышки, ну, что еще из последних новостей, из последних новостей, то, что я буквально вчера ездил с блогерами, поснимался у них на канале, мне все понравилось, все классно, огромное спасибо блогерам, что, ну, вообще, что составили такую, как бы, собрались в такой компании хорошей, съездили до Екатеринбурга, конечно, основные блогеры, которые едут, они поехали дальше, но вот мы доехали, часть нас доехала до Екатеринбурга, это был Максим Шайдулин, Макс ТВ канал, это был Андрей Тилунов, это был Павел Проводник, я, ну, и, конечно же, Роман Кобелев, также был Александр, Бондарчук, вот, мы от этой команды доехали до Екатеринбурга, там нас встретили подписчики РК ТВ, и, ну, многие, конечно же, это РК ТВ подписчики знают меня, знают Макса, знают, ну, там Андрюху, наверное, уже, да многие там все друг друга знают, мы приехали, нас все друг друга уже знают, классно посидели, провели время, но у меня уже буквально через 2 часа был поезд обратно, вот я с ними побыл немножко, и уехал с Екатеринбурга ночным поездом домой, ну, не сразу, а сразу на работу, в 5.20 утра прибыл поезд, и я с поезда сразу сегодня ушел на работу, вот, ну, все, ребят, горло немножко першит, продува все-таки, вот такие у меня новости, еще раз всех благодарю за вашу поддержку в комментариях, за вашу, ребят, финансовую поддержку, огромное вам большое спасибо, сейчас 15-го числа я получу окончаловку, и тоже в нашу копилочку на монитор вложу денежку, скрою, посчитаю, сколько мне всего нужно, потому что у меня тут платежи пойдут, и так далее, в общем, сколько у меня останется, ну что, затянем пояса, в чем-то себе откажем, потому что срочно надо покупать монитор, и делать основные видеоролики, кстати, ребят, когда мы ездили в Екатеринбург с командой блогеров, я там на камеру некоторые кадры поснимал, и сегодня Павел Проводник отправляется в рейс, он приехал, кстати, поездом 220, и снова поехал в рейс, работу, сегодня его тоже поснимал, и все эти материалы на камере останутся, на флешке, когда монитор куплю, извиняюсь, когда мы монитор купим, потому что мы все скидываемся на него, когда мы монитор купим, я сделаю обязательно клип музыкальный на это все, потому что все вы знаете, я написал последнюю песню про пермских блогеров, так вот, ребята, я прошу меня извинить за то, что я сначала выложил эту песню, не доработав ее, то есть она получилась сыромятая, голос на ней наложен, на песне, во-первых, не в такт попадает, во-вторых, голос плохо слышно, я немножко, чуть-чуть изменил текст, наложил уже нормально голос, все сделал, она у меня теперь доработанная, хорошая, но я не стал ее сразу выкладывать, я так и подумал, что если уж я поехал, и она как раз в песне звучит у нас про пермских блогеров, тогда я сделаю клип, так вот, я сегодня немножко поснимал Павла, и поснимал, в общем, ту толпу, с которой мы ехали в Екатеринбург, но кадров, понимаю, мало еще, надо будет еще поснимать, и будет полноценный такой хороший клип, все, всем, ребят, пока, с вами был я, спасибо вам еще раз за вашу поддержку финансовую, а кстати, по цене, я не помню, сказал, не сказал, забыл, по цене, я говорил, да, что мы насобирали 16 тысяч, нормальный монитор от 20 до 30 в этом районе где-то стоит, ну, средняя цена 25 тысяч, не помню, говорил, не говорил, в общем, надо насобирать среднюю цену 25 тысяч, уже насобирали 16 тысяч, все, забываться уже стало, ребят, еще раз всем большое спасибо, ребят, всем пока, с вами был я, улыбайтесь, вам это идет, я желаю вам здоровья, не только вам, и вашим родным и близким, ну, а я пошел ужинать, пока, пока, куда там нажать-то надо, не вижу,